В разгар туристического сезона в Северной Осетии проверили исторические и культурные объекты, которые вызывают особенный интерес не только у гостей республики, но и у многих местных жителей. В списке объектов оказался и Некрополь в Даргавсе. Эта достопримечательность – одна из самых посещаемых в республике. Однако с притоком туристов в Некрополе участились акты вандализма, которые получили широкий резонанс после того, как в 2019 году несколько туристов опубликовали в соцсети фотографии человеческих останков, которые они взяли из захоронения. После инцидента город мертвых недолго закрыли. Для посетителей сейчас он открыт, но специалисты сходятся во мнении, что объект и сегодня не готов к большому наплыву туристов. Инфраструктура не развита, да и охраняется объект всемирного наследия ЮНЕСКО недостаточно тщательно. Проблему пытаются решить и на государственном уровне. Подробности в материале моих коллег. В Даргавском Некрополе всегда по-особенному спокойно. Даже сильный горный ветер здесь тише. Эта атмосфера и притягивает туристов со всей страны. Поток людей в течение дня действительно не останавливается. Приезжают сюда как с экскурсоводами, так и самостоятельно. В обоих случаях каждого туриста здесь встречает информационное табло. Возле главного входа в Некрополь свод правил поведения. В первую очередь на территории города мертвых запрещают курить и распивать спиртные напитки. Вторым пунктом призывают не вести себя вызывающе. И в самом конце информационного счета напоминают, порча и осквернение музейных объектов является уголовно наказуемым деянием. Еще одна информационная табличка уже на кассе. Она призывает вести себя подобающим месту и не осквернят склепы. О правилах поведения в первую очередь рассказывают гиды. По крайней мере, должны. Стараются донести до туристов простой факт. Наргавский Некрополь – это фактически кладбище. Здесь свои правила поведения. Я лично не считаю, что есть необходимость заглянуть внутрь. И поэтому я сначала рассказываю группе, что это за место. И многие уже там отказываются. Хотя они там сначала хотели заглянуть, они уже узнавая историю отказываются заходить сами. Если же у кого-то все-таки есть большой интерес к этому, то в целом ничего страшного, я считаю, нет в том, что человек зашел посмотреть. Ну, это правда интересно. Большинство туристов правила поведения все же соблюдают и делятся впечатлениями. Место действительно особенное, очень интересное. Правда, инфраструктура совершенно не развита. Не хватает общепитов, сувенирных и фермерских лавок. Не хватает всего. В первую очередь дорог. И потом, когда куда-то ездить, приходится возвращаться в Владикавказ, потому что там есть где жить. А здесь каких-то там кемпингов, где комфортно было бы остаться, их фактически нет. Проблемы функционирования комплекса «Город мертвых» накануне обсудили на заседании круглого стола. Если тезис на объект совершенно не готов к большому потоку туристов. Некробль слабо охраняют на территории только два охранника. Нет контроля над потоком посетителей, не мониторится экскурсионная составляющая. Инфраструктура не развита. Но в первую очередь на совещании речь шла о сохранности Некрополя. Вопрос стоит остро уже больше трех лет. Об этом говорят повторяющиеся прецеденты со сквернением склепов. Директор Национального музея, под чьим ведомством и находится Дорговский Некрополь, говорит, основная проблема в документации. Вопрос с ней много лет висит в воздухе, а проводить какие-либо работы без нее на территории комплекса уголовно наказуемо. Сегодня у нас документации нет, документов на объекты нет. У нас есть только постановление правительства. Мы обязаны контролировать, охранять, контролировать поток туристов, беречь этот объект. Точно так же, без документов, без реставрационной организации, которая проведет реставрационные работы, которая исправит ту ситуацию, которая сейчас. Музей сам не правом очень это делать. Ни один человек не имеет права трогать памятник. Без реставратора, без документов. Это уголовная статья. Как доложила руководитель Комитета по охране и использованию объектов культурного наследия Эмилия Агаева, сейчас проводят работу по кадастрированию. 76 объектов, склепов отдельно, уже проведена работа по подготовке кадастрового паспорта. Сразу должна сказать, что памятники, памятники культуры, они должны иметь два паспорта. Один на землю, который они проводят, непосредственно определяют в Украинской территории как раз кадастрового инженера. И на само сооружение, в данном случае на самом скрепе. Общий кадастровый документ идет на всю территорию микрофорта. На заседании круглого стола подняли вопрос развития инфраструктуры и придорожного сервиса. Резиденты, готовые открыть объекты на территории Даргавса, есть. Все опять же упирается в вопросы документации. На протяжении многих лет, пока не получалось создать такой объект, мы не говорим о капстрое из бетона, кирпича и что-то такое кричащее, что выделяется. Это был бы стилизованный объект с учетом архитектурного кода, который сейчас подготовлен комитетом по архитектуре. Позволит создать условия для туристов, которых много, говорим, по трассе. И они в ожидании начала экскурсии спокойно будут проводить время в этом придорожном сервисе. Там же решается вопрос саму с вами. Мы уже обратились в пригород и район, и хотелось бы, чтобы наши обращения услышали. И у нас инициатор, скажем так, в ожидании стоит, когда дадут разрешение на строительство, он начнет эти работы. На совещании представители общественности. Блогеры и независимые эксперты выступают за модернизацию некрополя как туристического объекта. На мой взгляд, большую часть Даргавсов надо закрывать от посещения туристов. Возможно, одну дорожку по Даргавсу оставить, где могли входить туристы, чтобы они не могли гулять среди склепов. И привести это в цивилизованный вид должны быть гиды, комитет по туризму или министерство культуры, которые проходили специальное обучение, не рассказывали там, около Даргавса, какие-то страшные сказки, а были более-менее подготовлены. По итогам совещания направят обращение на имя Врио главы республики, председателя правительства и министра культуры. В нем обозначат пункты и аспекты, которые требуются для того, чтобы объект функционировал абсолютно от закона. Но самое главное, чтобы сохранился для будущих поколений. АЛАНА ТОМАЕВ, АЛЕКСАНДР КОДЖАЕВ, ХЭТАК ПЛИВ. Специально для программы «В итоге».